В сегодняшнем видео 10 вещей, на которые стоит потратить больше денег. Первое. Твоя прическа. Здесь вы платите за навык парикмахера. Давайте на чистоту. Многие из вас застряли на одной прическе лет 10, 20, может и дольше. Почему бы ее не поменять? Тогда найдите себе умелого стилиста или барбера с другим подходом. Может вы привыкли к старому консервативному парикмахеру, но почему бы не найти юную девушку? У нее есть новые идеи, только школу закончила, но успела набраться опыта и отличных отзывов. Попробуй что-нибудь новое и не бойся потратить немного больше денег на волосы. Вторая вещь, на которую можно потратить больше, нижнее белье. Я знаю, как многие говорят, да ладно, Антонио, это не важно, никто не видит. Я уже привык к определенному виду и бренду, и нормально носится. Может и нормально, но почему не отлично? Речь идет о твоих друзьях. Почему бы тебе не носить нижнее белье высокого качества, сделанного из модела, микромодела, материала, который даже мягче хлопка? Найди бренд, который делает такое белье, и по крайней мере попробуй одну-две пары. Если не понравится, что ж, вернись к предыдущим. Но разница будет огромной. Третья вещь, которую нужно обновить и потратить хорошие деньги, зубная щетка. И я не говорю перейти с одного доллара на пять. Я говорю о переходе на электрощетку, потому что тут играет роль колебания в минуту. Если быстро водить обычной щеткой, то можно добиться двухсот. А у электрической – тридцать одна тысяча колебаний в минуту. Следующий предмет по списку, и я уверен, что большинство из вас знали, что здесь окажется обувь. Потратьте хорошие деньги на туфли, когда у вас будет возможность. Понимаете, большинство туфель слеплены. В том смысле, что они держатся на клею и сделаны из низкокачественных материалов. Такая обувь обычно находится в диапазоне до сотни долларов. Ее делают из кожи низкого качества. Обувь будет разваливаться. И не прослужат годы. Что прекрасно в добротной паре обуви, что она долго прослужит. Со временем такая обувь будет выглядеть лучше. Вы даже сможете перепродать ее. Вот куда вам нужно посмотреть, чтобы определить качество обуви. На подошву. Вам нужна технология либо стежок Блейка, либо Гудьер. Итак, стежок Блейка. Сбоку вы не увидите никаких швов. А вот на нижней поверхности вы их обнаружите. Это значит, что подошва прошита. Кстати, здесь резиновая подошва. Большинство итальянской обуви сделано со стежком Блейка. А вот здесь также стежок Блейка, но подошва кожаная. Кожаная подошва – еще один индикатор хорошего качества. Значит, компания вкладывается в качество обуви в целом. Когда вы увидите, что есть ранты, и они прошиты со всех сторон, то это признак Гудьер Уэлд. Поговорите с продавцом, возьмите сами и посмотрите. Это стежок Блейка или Гудьер? Кто-то предпочитает первое, кто-то второе. Я считаю, что обе технологии – отличные варианты. Потому что это показатель того, что фабрики вкладывают силы в качество и хорошие деньги на материалы. Следующая вещь на прокачку достойной вложений – это ваш костюм. Я говорю о спортивных пиджаках, блейзерах и самих костюмах. По определению, костюм – это пиджаки-брюки, сделанные из одинакового материала. Но в любом случае, когда вы надеваете классный пиджак, вы хотите хорошо выглядеть. Вы хотите выглядеть на миллион баксов. Итак, сосредоточьтесь на пирамиде стиля. Размер, функции и ткань. Когда вы только начинаете, вы можете ею пренебречь. Но только со стороны ткани. Вы можете выбрать бренд, о котором никто не слышал. Но убедитесь, что он хорошо вам подходит и выполняет те функции, для чего он вам нужен. Например, для собеседования. Если вы носите пиджак часто, это ваша рабочая одежда. Вам нужно потратить деньги, чтобы обновить его. Друзья, не бойтесь потратить хорошие деньги на свой костюм. Далее поговорим о бочках. Ни один другой аксессуар не сидит на вашем лице, как они. Друзья, вы, может быть, привыкли к одной модели, но почему бы ее не сменить? Тут так много различных вариантов. Если вы носите очки, используйте их как стильный аксессуар. Эти большие для большинства парней. Попробуйте эти. Если вы креативный, то найдите способ заставить их работать. Так много различных способов с помощью очков показать свой посыл. И это непростые рядовые очки. Выбирайте солнечные очки. Можете присмотреть более вызывающие, которые привлекают больше внимания. Или же выбрать классику, которая всегда работает и подходит большинству лиц. Такие как авиаторы. Друзья, не бойтесь потратить хорошие деньги на ваши очки. По моему мнению, следующая вещь стоит своих денег. Хорошая кожаная куртка или пальто. Это верхняя одежда. Поэтому, если вы живете в Сиэтле, там частые дожди, то дождевик вам подойдет больше. Если вы из Чикаго, где часто идет снег, тогда вложитесь в хорошее пальто и в легкую куртку, которую вы можете надеть летними ночами. Отличная куртка зачастую стоит в 5-10 раз больше, чем дешевая. Почему? Потому что их делают небольшими партиями и зачастую более сложного покроя. Материалы. Если это кожаная куртка, качество кожи играет огромную роль. Затем это элемент стиля. Большинство фабрик массового производства производят куртки, ну, скажем, не особо привлекательными. Но надев отличную куртку, вы будете чувствовать себя на миллион баксов. Далее, не бойтесь потратить деньги на качественную сумку. И первое, на что вам нужно посмотреть, это детали. Окей, хорошую ли они использовали молнию? Проходит ли гладко собачка? Затем смотрите на швы, как прошита сумка, ровная ли строчка, прочно ли прошита, хорошие ли материалы они использовали? Посмотрите на мелкие детали. Зачастую на основании сумки имеются маленькие ножки. Это признак качества. Посмотрите внутрь, оцените подложку, дизайн, конструкцию. Не бойтесь тратить хорошие деньги на сумку, которой вам хватит на всю жизнь. Следующая вещь – часы. Я люблю стильные часы. И если бы часы не были стильными, я бы их больше не носил. Мне нравятся часы из металла. Очень функциональные, подходят практически к любой моей одежде. И после фэшн-часов я решил попробовать что-нибудь новое. И купил очень хорошие роликсы. Нисколько для отображения времени, сколько для отображения вашего отношения ко времени. Это говорит о вашем обществе, об активной позиции. Они напоминают мне и моей семье изучать мир. Итак, друзья, ради этих целей не бойтесь обновить свои часы. Следующий предмет, достойный хороших денег – парфюм. Друзья, не бойтесь пойти на поиски ароматов. И когда вы найдете тот, который вам понравится, когда вы нанесете его на себя – «Вау, я пахну шикарно!» На этот аромат можно потратить деньги. Почему? Потому что речь идет о том, как вы себя чувствуете. Если вы его купите, это может стать эликсером смелости. Вы будете настраивать себя каждый раз при нанесении аромата. Чувствовать, что вы готовы к настоящему. Вы готовы, чтобы выполнить работу. Подумайте об этом. Вы пшикнули и пошли выступать. И все прошло успешно. Так парфюм более чем окупается. Не бойтесь потратить хорошие деньги на этот аромат. Ну что, господа, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии. Что вам понравилось? С чем вы согласны? С чем не согласны? Что, по вашему мнению, должно оказаться в этом списке вещей, которые достойны своей большой стоимости? Я хотел бы увидеть ответы в комментариях. Если вам понравилось видео, если вы нашли его полезным, то поделитесь им с друзьями. Спасибо. 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 Спасибо.